Так, ну вот, таким вот долгим, сложно сочиненным бездобольством мы поставили твердую точку в рюкзаках. Давай теперь по одежде и по обувям. Окей, наверное, начнем с обуви. Ну, лова-лова. Начнем с самых высоких таких, опять же, вот то, что вот на выставке сейчас было. Это лова, это майндл, это хайкс. Это три немецких, так сказать, кита, на котором стоит вот немецкая такая, скажем, хорошая обувь, походно-тактическая. Мы работаем как бы в основном с ловой, как бы с хайксом каким-то образом. Не с хайксом, а с ловой и пытаемся наладить контакты с майндлом. Вот, скажем так, все ранее три перечисленных бренда, да, они равномерно хорошие. Равномерно хорошие. Я даже не скажу, кто из них дороже. Я, наверное, скажу, что вот хайкс, наверное, немножечко дешевле, да, немножечко дешевле других. Хайкс именно специализирует себя больше в служебной, в тактической обуви. То есть они от пожарников покрывают до там кого-то еще. Они не особо сильно ударяются в спорт, там какой-то там походы, там или даже в охоту. Что нельзя сказать про лову и про майндл? Майндл, наоборот, даже больше, скажем так, что лайндл это больше, майндл это больше походы, охота, туризм как бы и немножечко тактики. Уловы это почти пополам. Уловы почти пополам. Тактика, служебные и туризм. Можно я свои, опять же, пять копеек ставлю? Вот я сейчас таскал все время выставки к лову. И я могу сказать две вещи. Нога в них, ну, ноги в них потеют, у меня конкретно. То есть, ну, просто потому что, наверное, мы постоянно передвигались в помещение, но мы ходили целый день. То есть вот мы приезжали на выставку, скажем, к десяти утра и до шести вечера. Я, может быть, там, ну, буквально на несколько минут присаживался, чтобы перекусить, там, быстро-быстро что-то там с интернетом разобраться и дальше снова идти. То есть с учетом того, что довольно тепло было в помещении и тепло было на улице, конечно, я когда приходил, у меня ноги были подпотелые. Но за пять дней то, что вот я шатался с утра до вечера, за пять дней у меня ни разу не устали ноги. Вот именно ноги гудели от усталости, но у меня ни разу не было тяжести в ногах в плане в том, что вот именно когда вот, ну, сапоги снимаешь, и ноги как будто там внутри, как набухшие, сука, такие вот, ну, нереальные. То есть я знаю, что если бы я взял свои магнумы, у меня бы после первого дня просто отвалились мои ноги. Но это факт. Поэтому вот я вот свои пять копеек ставил, я вот сейчас начал как бы пользоваться, и я действительно очень доволен, очень доволен этими ботасами. Давай дальше. Просто в поддержку твоих слов, то есть у меня аналогичная по подошве, как бы, по конструкции модель, так у меня немножечко повыше она и с ГРТЕКСом. То есть я тоже самое чувствую, а я, у меня такая легкая форма плоскостопия, как бы, и я к этому особенно подвержен, как бы, вот этому ощущению. И вот один день, один из дней я одел, одел нормальные кожаные туфли, и это было, это было что-то с чем-то, то есть, как бы. Была ошибка. Это была ошибка, то есть, как бы, ну, мне надо было в этот день, как бы, хотя бы немножечко по культурне выглядеть, поэтому я решил их одеть. Это была ошибка. По обуви что-то, кроме вот этих трех брендов, именно мы сейчас говорим о тактическо-туристической обуви, включая именно какие-то долгие выходы в лес, в том числе военные какие-то. Потому что мне, например, меня не прикололо, когда я захожу в какую-нибудь контору, которая выпускает, например, те же самые рюкзаки и оружие, и я вижу, что там стоят ботинки тактические. Я понимаю, что они сделаны надъебись только для того, чтобы человек, который хочет купить себе, например, классную куртку или классный рюкзак, у него глаз зацепился, и он говорит, о, у меня вот такой-то конторы, например, рюкзак, и я также, блин, купил там ботинки. Я не по виду даже, но по виду даже уродский. Я скажу так, вот, например, мой очень интересный опыт с качественной обувью, да, то есть я очень давно... Вы можете поменить, кто тебе всему этому научил? Ну, Андрей Борисович, разумеется, вы. Андрей Борисович является гуру во всем, что касается одежды, обуви. Это, ну, даже в нашем предприятии я могу только пинать его ногами, если он что-то не заказывает или не хочет что-то заказывать, потому что ему как-то, ну... Ну, он очень скромный, поэтому именно ты сейчас трендишный микрофон, а он сзади сидит и подпездывает сзади. Да, вот. То есть получается так, что Андрей Борисович мне в один момент сказал, что ты должен попробовать что-то другое, потому что ты ходишь с большим рюкзаком по лесу, по говну, и он заставил меня померить сапоги, которые... Блин, вот, ну, не послушал бы я других людей немножечко, кроме него тоже, и его как бы, я бы никогда себе не купил бы. Ребята, вот честно, 279 евро за пару кожаных сапог. Пусть очень качественных. Я думал, что они мне нахрен не нужны. Буду ходить в чем есть. Но поскольку я однажды очень хорошо в Магнумах подвернул ногу на пустом месте, вот, совершенно вот на бортике в 5 сантиметров я подвернул ногу так, что я до сих пор иногда это чувствую. Вот. Получилось так, что я одел сапоги за 279 евро, конкретно Лова Комбат. Весят они немеренно, они тяжелые, они кожаные, они из ГРТЭК с носком, вот, как бы, ну, прокладкой внутри, прослойкой. Очень, очень... Чего ты меня трогаешь? Все, я не тебя трогаю, я микрофон трогаю, не на 10. В Европу съездил, сразу изменился. Вот, окей. Значит... Кожа, 2,6 мм. Кожа, да, кожа 2,6 мм толщиной, то есть, дубовые сапоги. Ну, вот, по ощущению, если вы одеваете современные хоккейные коньки, вот, это, вот, примерно такое же ощущение, то есть, вы на них встали, вы встали как будто в бетонную колодку. Что это вам дает? Когда вы ходите по камушкам маленьким, с тоненькой подошвочкой или, там, не знаю, в каких-нибудь таких гуляющих сапожках, то рюкзак своей массой, приплюсовывая к вашей массе, начинает вас расшатывать там, вы начинаете чувствовать, и буквально стоит пройти километр-три, когда вот каждый маленький камушек диаметром больше 5 мм, вы начинаете очень болезненно ощущать. Вот, 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 вот эти сапоги, это полностью элиминирует, то есть, у вас нету никаких проблем с этим. Вы просто ходите и ходите. В первый выход свой, вот, с рюкзаком я решил, что я посчитаю, сколько раз я подвернул бы ногу, если бы, скажем, был бы в обычных сапогах, и так же, как бы, не следя за дорогой, куда я наступаю, как бы, ходил. Что вы думаете? Через 5 минут я просто запарился считать. То есть, они держат ногу конкретно, у них есть очень интересная отличительная черта, подошва имеет такой острый рант. То есть, если вы спускаетесь, а вы, если вы ходите по лесу, вы знаете, что самое мерзостное, это ходить, спускаться, вот, какой-нибудь, ну, с какого-нибудь склона, где вот, скажем, с дорожки сойти. То есть, там можно нехило подскользнуться, реально нехило подскользнуться и нехило навернуться, а потом где-нибудь еще и оказаться в канаве, там, с рюкзаком за спиной, вплоть до того, что можно утонуть даже. В некоторых случаях такие приколы были, кстати, рассказывал мне один товарищ недавно. Вот. Вот это как раз то, что, вот за что ты платишь, как бы, это очень удобная вещь, но очень специфичная. Если вам она нужна, вы ее найдете, вы себе ее купите. Окей. Тактическая серия немецкая отличается от всех других, вот таких вот, типа, кроссовок, которые у нас сейчас с Артуром Инокса, например, или те же самые Зефиры, которые, такой, более средний военный тактический ботинок. Они отвечают, отмечаются тем, что подошва очень хорошо продумана, и они реально поддерживают вашу, вот, подъем поддерживают, то есть они как-то анатомически так сделаны, что вам реально удобно в них. Ваша нога не так сильно устает. Вот это очень немаловажный фактор. Давай к другим брендам. Окей. Хорошо. Я заскучал. Я, я, я просто, я говорю, я на себе убедился. Мне интересно вот что. Тактическая, туристическая обувь. Ну, я не знаю, есть ли у тебя опыт носки, там, российских каких-то производителей. Тактическая, туристическая обувь, скажем, медиал и лоу класса ценового. Ну, хотя бы медиум, чтобы ты вот могла заветовать, чтобы убить ноги. Хорошо. Насчет туристической, трудно сказать, потому что... Ну, в лес вот, да. Если не надолго, то я могу сказать. А надолго я вот просто не скажу, потому что, опять же, мы начинаем ограничиваться очень качественными, хорошими, дорогими вещами. Магнум, например, такая хорошая китайская, европейская контора. Магнум делает вполне нормальные тактические кроссовки, тактические бутсы. Всегда дизайн очень красивый у них. И у меня была не одна модель. Мои первые Магнумы у меня оказались на руках, когда мне было 16 лет. Тогда первая модель, очень старая такая была. То есть, они мне тогда нравились, потому что я просто не знал. У них конские потеют ноги. Вот. Ну, я могу сказать, опять же, за Магнумы, что я... Магнум... Спайдер и Магнум Стелс, я их ношу зимой. Потому что весной, летом и осенью их носить, это просто убийство. Именно. Это для меня зимняя обувь. Я об этом говорил, когда делал обзор этих сам. Да. Вот. Потом есть множественные американские производители. Ох, всегда здоров. Вот. Значит, американские. Вот уроки, например, Беливилл, что называется, Бейтс. Они все очень интересные, они очень качественные. То есть, они имеют дешевые серии обычно. И имеют более дорогие серии, да, так как бы, ну, как бы, линейки. Вся отличительная черта их, это то, что они сделаны обычно... По американским лекалам. То есть, это те ноги, которые нам либо подходят, либо не подходят. Все там, да. Кому-то нравится, кому-то и нравится. Как правило, американская колодка, она более узкая. Поэтому надо, надо выбирать специально по ширине. У них еще есть... Тебе нужно мерить. Я поэтому очень редко покупаю найки. Ну, за исключением, может быть, вот последние пары, которые мне понравились. Раньше всегда носил адидас, потому что адидас рассчитан всегда на медвежью, на широкую лапу. А найки, они такие зауженные. Вот. И получается, что, конечно же, как это называется, ну, не поддерживают сустав, как бы. Голеностоп они не поддерживают, в отличие от многих вот именно европейских таких моделей. Вот. Собственно говоря, вот... Это вот вся история про Алтаму. Да. Алтама, да. Вырекнуть себе ногу, одевать Алтаму. Да, я себе купил Алтаму или Белевиль, что-то такое. И они вот... Я неоднократно подворачивал с ними ноги себе, там, и так далее, и так далее. Вот. На удивление, как бы, я нашел одни военные сапоги, которые подходят для легких походов. Вот таких легких лайцовых походов, где я не таскаю большой рюкзак. Я хочу просто пойти погулять, одеваю горку, там, беру рюкзачок, тасманин свой маленький, и иду в лес. Это, на удивление, эстонская армия закупила сапоги, которые производятся для норвежской армии. Простые, кожаные сапоги с такой резиново-полимерной подошвой. Элементарные. Ничего космического вам нету. К счастью, вот мне удалось так поговорить с людьми, которые их много носили. И они мне сказали, Паша, выбирай такой размер, чтобы он у тебя оказался, вот как раз ты одеваешь тем носком, который ты хочешь носить в нем, да, чтобы он тебе туго-туго на ноге сидел. Я говорю, зачем? Потому что ты их промажешь нормальной смазкой, у нас называется Морской Лев, Мерилевий, такая вот, жирная такая смазка для обуви, гуталин такой, бесцветный. Вот. И, говорит, несколько слоев намажешь, и будешь потихонечку их носить, как бы так. Ну, разнашивать по километрику в день. Вот. Ну, я так, собственно говоря, и поступил. И после этого, я должен признаться, что 11 дней проживания на болоте в ходе одного прекрасного похода оказались очень такими интересными для меня. Я вообще могу сказать, что у меня такого рожища не было, чтобы я 11 дней жил в лесу, шоркался по болоту. И, блин, у меня ноги совершенно сухие. У меня носки были сырые от того, что у меня нога потеет много. А сами по себе, как бы, ну да, они также не поддерживают очень сильно голеностоп, но они достаточно нормально сделаны. Ценник на них какой-то вообще смешной. Там что-то не то 75, не то 80 евро. Ну, вот так как ты у нас специалист по различным именно натовским приблудам, что ты скажешь об американских армейских ботинках? Был ли у тебя опыт? Да-да-да, вот как раз Андрей сказал, что Алтама, Белевиль. Что это все дерьмо? Я не скажу, что это дерьмо. Ребята, если вам нравится эта обувь, у них другая концепция. Они не носят большие рюкзаки, как бы, и для этого они нормально. Но там, я говорю, что голеностоп они не так хорошо поддерживают, и поэтому можно вывернуть ноги. Если вы посмотрите на фотографии американского спецназа, то вы увидите там пару брендов, которые они носят. Это заслуженно Соломон. Вот, опять же, такой невысокий, а именно, который, как сказать, минимально поддерживает голеностоп и не выходит намного выше. 6 дюймов высоты примерно. Вот, 15 сантиметров. Вот, также вы очень много видите Гармонта. Гармонт тоже такой хороший бренд, который тоже, в принципе, уже приближается. Что Соломон, что они вот приближаются к такому специальной походной обуви. То есть они, как бы, молодцы. Но там ценник тоже. И покупайте Адидас. Адидас сделал тактическую линейку. Она чисто для Ёшкин Кот. Насколько же можно фур на дороге собрать сломанных? У этого колесо спустил. ГСГ-9. ГСГ-9, например. Очень красивые такие, стильно такие. То есть он сам и наш спортивный Адидас, он делает еще тактическую. Да. Сколько это стоит? Конских денег. Просто. Не помню. Но там за 200 плюс, да. За магнум. Да. То есть это магнум, только вот с тремя полосками. Вот. Окей. Поехали. Сейчас. Секунду. Ну и мы переходим к одежде. К одежде. Стоп. Стоп. Я еще не обосрал одну вещь. Еще есть 5.11 и First Tactical обувь, да. Вот я обо них и говорил на самом деле. Я не хотел названия говорить. Ребята. Тут такая тема. То есть надо отдавать себе конкретное отчет, что вы хотите. Если вы хотите получить сапоги магнум, которые, скажем, носят охранники, там полицейские, да, вы берете себе сапоги либо те, либо те. Вот. Недавно расширил 5.11 линейку гражданской обуви. И вот до сих пор должен признаться, что все, кто носил 5.11, то есть не все, но большинство из них говорят, что несмотря на прикольный внешний вид, вот по обуви они как бы немножечко уступают всем остальным. Black Hawk вообще говно редкостное. Там с обувью вообще просто, я даже не знаю, как это сказать, это просто живой пиздец. Это настолько страшно, что Black Hawk делает обуви. То есть они выглядят красиво, но это полное говно. Вот. Окей. По одежде. По верхней и по этим самым. Я, я отдохни чуть-чуть, я тут покричу немножко в микрофон в твой, что на самом деле... Давай переключим. Не, не надо. Я громко буду говорить, я вижу, что тут все работает. Я всегда относился с иронией к тактической одежде. Я считал, что, ну, то есть, как человек, который тоже форму... Ну, там, в другой немножко специфике очень много поносил. Как бы, я считаю, что... Всегда считал, что форма — это форма. Ну, там, форма охранника — это форма охранника. Форма военного — это форма военного. Форма, скажем... Форма того же самого полицейского — это форма полицейского. Вот. И я действительно вот всегда с иронией относился. То есть, да, очень удобно купить, например, комплект какой-нибудь... У меня был комплект именно российский, военный, просто обычный вот камуфляжный. Я не знаю там какого рода войск. Именно просто, чтобы по лесу шориться. Нормальная такая крепкая ткань. Куртка достаточно удобная, как бы. Но, единственное, я вот не понял там соответствия именно вот размеров. Почему-то, сколько я не перемерил комплектов там, вот конкретно вот в российском, именно вот в варианте там, у меня почему-то получалось так, что они мне были короткие почти все, но при этом на огромный живот, на какое-то просто, ну, немыслимое брюхо. Генеральские размеры. Наверное, генеральские какие-то комплекты были, да. Но сейчас я смотрю, что Шойгу взялся за это дело, и все меньше и меньше, когда вот в новостях мелькает российский генерал, все меньше и меньше из них реальных таких жиробасов. Все больше как-то все-таки они начинают соответствовать. Но не об этом суть. И, в принципе, я к тактической одежде, вот, просто для обычной повседневной носки, я как бы относился так прохладно. Почему? Потому что, ну, во-первых, у меня Юля к этому тоже прохладно относится. Она считает, что это такой вот не совсем шиф. Да, это что-то такое мужской фетишизм, отдавать там нормальные деньги за, скажем, тактические штаны, за которые можно купить уже нормальные, хорошие брендовые джинсы и ходить по городу. И ходить и выпендриваться. Но самое смешное, что у меня именно мои уличные тесты толкнули на то, что мне нужно нормальные какие-то штаны, которые мне будут удобно. Потому что, вы видите, я там то подпрыгиваю, то приседаю, то еще что-то. В джинсах это не всегда удобно. Ну, и куртка, и все такое. И вот я познакомился с ЮФПРО благодаря вам. Потому что, опять же, Блэкхоп мне не нравится по виду. Это Американами. Потому что это чистая, да, вот та самая тупая Америка. Очень тупой, америкосовский, как бы, стиль, когда просто вот, ну, такая какая-то вот нелепая кабощина, бесформенные. А ЮФПРО мне нравится тем, что с учетом того, что сейчас стиль милитари, он, в принципе, вошел в моду, да, ну, уже, может быть, даже на излюте, но все равно, как бы, ты когда ходишь вот в каких-то вот милитари нормальных штанах, там, да, камуфляжных или какого-то серого, черного цвета, на тебя не смотрят люди сейчас дико, как на охранника, который только что там ушел с объекта. Вот. И да, я могу сказать, что вот штаны, которые, обзор я делал P40, к сожалению, уже новая модель появилась. То есть я уже, как бы, не в струе. Новая модель, я так понимаю, еще круче. Они мне очень нравятся. Мне нравится, во-первых, что у них низкая талия, что они именно действительно выглядят, как обычные городские брюки. Не так, что я, как охотник, который сидит там, выслеживает добычу, и у меня нужно так, чтобы поясница там была прогрета полностью. И, безусловно, очень классная футболка и кофты, но бляха. Опять же, цены, цены. А теперь про одежду. Окей, ну ты уже задал, как бы... Давай начинаем с UF Pro тогда, да. Давайте даже начнем еще круче. Давайте начнем с того, что, скажем так, что 3-4 года назад, даже 5 лет назад, как бы, самыми крутыми из тактической одежды считались несколько американских брендов. Если вы думаете, что просто стоит конских денег, тогда вам советую посмотреть и ознакомиться с сайтом Arterics'а, там, где мертвая птичка какая-то на имлеме. Вот. Потом есть такая фирма, как там Beyond Clothing, там, и Cry Precision, например, хотя бы. Cry Precision – это вообще просто что-то с чем-то, но это более тактическое, но все равно. Это то, что носит Российская Альфа. Да, да, Российская Альфа носит Cry Precision, да. Вот. Или в UF Pro. Российская Альфа носит UF Pro? Ну, нет, CSN, FSB говорят, что уже иногда появляется в UF Pro. Мелькает уже. Мелькает, да. В общем... Продается и в России тоже. Так. Ну и приходим, значит, постепенно к UF Pro. Пять лет назад мужчина, который объяснял про Tag Pocket на одном видео, нам представил, как бы, нашей ферме представил свою концепцию, очень так, энергично рассказал про то, что он собирается вообще делать. И в тот момент наш владелец заявил, что этот мужчина очень перспективный дизайнер, он очень хороший, как бы, его старый знакомый, что следует посмотреть, что он будет делать, надо его поддержать. Мы поддержали. И прошло пять лет. Всего лишь пять лет примерно. Может, даже четыре. Но они взорвали европейский рынок, реально. И на данный момент, мы скажем так, что на выставке сильные 30% из всех тактических штанов, которые были одеты на людей, были от фирмы UF Pro. Да, я подтверждаю, кстати. И вот это вот, ребят, я хочу, чтобы вы поняли, зрители канала Архадыр, это вот, я вам под честное слово свое говорю, это не реклама. Я специально подходил, как бы, ходил вот по выставке, тоже обращал внимание, кто во что одет, почему. Потому что я слегка комплексовал, думал, что там все на пиджаках будут. Нет, все ходят именно в каких-то тактических штанах или джинсах. И повторюсь, сразу было видно по уродской одежде американцев, вот сразу, просто вот за эту самую, по именно гомоватости было сразу видно итальянцев, потому что они, даже они когда брутальные, обколотые татуировками, накаченные, они все равно все похожи на пиджиков. Но, к сожалению, так и есть. Я не хочу сказать ничего плохого про итальянскую нацию, я очень уважаю, но у них именно, они чрезмерно за собой сидят. Вот. А обычные мужики все такие, ну, то есть видно по виду, что они привыкли, как бы, нянькаться с оружием, там, таскаться где-то, ну, чем-то, чем-то, в общем, интересным всегда занимаются по своей жизни. Очень многие были одеты в UF Pro. И я еще один момент скажу, что на стенде UF Pro постоянно торчали люди. Постоянно торчали люди в 5.11 и постоянно торчали люди в UF Pro. Но все время там, как только вот не пройдешь мимо, там постоянно стояло несколько людей, и все консультанты были заняты. Валей. Окей, то есть в чем прикол, в чем такой успех, как бы, во-первых, это бескомпромиссное качество. Ну, вы, наверное, слышали или даже видели видео, где у Артура очень классная футболка, на которой, по-моему, обзор делал, да, UF Pro. Ну, я хвастался этому. Да, он просто хвастался, по-моему, футболкой. Владельцу не понравилось, что футболку начали хаять за то, что, когда одевали ее под бронежилет, под плейт-карьеры, то в некоторых местах, некоторые очень техничные материалы, которые водят пот, там борются с микробами и так далее, и так далее, что они, как бы, она не была на это рассчитана, но ее начали носить так. И он ее снял из производства, потому что он не хочет, чтобы люди ходили с его брендом, вот, и она была бы какая-то подтасканная, сжеванная, то есть, вот. На данный момент, скажем так, что все, кто использовал, все довольны, время от времени вещи рвутся, но надо себе отдавать отчет, что вы покупаете не вечную вещь. И ценник у них ощутимо меньше, чем у ранее перечисленных Cry Precision и Arteryx. Давай сравним сразу с 5.11. Вот UF Pro. UF Pro примерно где-то 40-50% дороже, чем 5.11. Но это нельзя так сравнивать. То есть, самый простой пример. Вы скажете, что, а в чем же их разница? А вам это не объяснить, вам надо и ходить, надо походить в их штанах, надо поприседать, походить по лестнице, просто даже походить по лестнице, когда у вас, понимаете, что это штаны те, которые не сковывают ваших движений. Ну, я вот опять же, я опять же влезу, я извиняюсь, что вот, я просто своими глазами видел Паша, когда к нему приходят мерить, ну, там несколько брендов у него висит, когда люди интересуются UF Pro, сейчас все больше и больше именно людей этой фирмы интересуются. И он всех заставляет примерить и задрать ногу на прилавок, ну, чтобы понять, как вот тянутся вот эти материалы, как это все работает. Просто охренительно удобно. Ты просто не чувствуешь, что у тебя как в трусах ходишь. Реально. Ну, это опять же, это может прозвучать как-то реклама там или еще что-то. Это уже вам решать, ребята. Давай, в общем, скажем так, я знаю, что у UF Pro сейчас проблемы. Проблемы в том, что они не хотят сильно расширяться, чтобы сохранить качество на таком уровне. Но у них, они уже завалены заказами, у них, ну, вот что они будут делать. Так оно и есть, то есть, они очень сильно напрягают своих производителей по качеству товара всегда. То есть, очень часто, реально, раз в какой-то период времени, они это, эти материалы, с которыми они работают, отсылают обратно в частные лаборатории, чтобы были подтвердены их спецификации, то есть. Вот. Но теперь... Каждую партию. Они отсылают ткани, отсылаются, значит, как бы в лабораторию, потому что он не хочет делать говно. Окей. Теперь вы скажете. А у 5.11 есть тоже... А подожди еще одну секунду. Это правда, что UF Pro не сотрудничает со штатами? Да, да. Очень прямой момент от владельца, он сказал так. Мне когда-то хотелось что-то купить со штатов, бывало это очень часто, разные интересные производители, они меня слали на. Говорили, что мы не высылаем в Европу. В нашей конторе этот жест выглядит вот так вот. Вот. И это как бы засело ему в душу, и он сказал, а зачем? У них есть Cry Precision, пускай работают. Есть Arteryx, пускай работают. Вот. И потихонечку вот так получается, что американцы пытаются выцегонить из Европы вот эту одежду, да. И у них иногда получается. Там даже обзоры есть некоторые у американских таких достаточно уважаемых товарищей, ютуберов. Что могу сказать еще? Вы скажете мне сейчас сразу, вот там у 5.11 есть тянущиеся стоны, flexible pants, да. Ребята, не сравнимайте полностью тянущийся встреч материал с правильными, качественными встреч ставками в жесткую конструкцию. Разница в чем? Я вам сейчас приведу пример. Вот представьте себе, вы просто пошли в тир пострелять. Я это делаю как бы регулярно, да. Вы не хотите на себя одевать жилет там или разгрузочный пояс боевой там. Вы захотели закинуть два калашовских 7.62 магазина в карман просто, на ноге в карман. Засуньте их в эти тянущиеся стоны, которые все тянутся. Вы будете стоять в них, как обосравшись. Потому что они будут вытягивать ваш карман. Когда вы будете двигаться, этот карман будет жить своей жизнью вместе с этим магазином. Вы даже, возможно, их потеряете. Я не исключаю этого. Вот. И тут, значит, сравнение. У вас есть очень качественные, тянущиеся, износостойкие панели в штанах, которые сами по себе, по конструкции, жесткие. То есть, если вы положили в карман штанов брюк своих, в два магазина, я не знаю, все что угодно. Вот. У меня вот, я всю выставку протаскался, у меня был большой блокнот в кармане. Я его не чувствую, чтобы он, как бы, штаны оттягивал куда-то или что-то такое перевешивал. Потому что вот на этой линии они все закреплены, как бы, хорошо. Вот в этом плюс. Ну и, кстати говоря, вот сейчас начнешь хвалить 5.11, не забудь потом, пожалуйста, про тайгу. Или давай вначале про тайгу. А, да, да, да. Мне очень понравилось. Они, ну, давай ты рассказывай. Окей. Тайга, тайга очень интересная ферма. Тайга делает очень дорогие вещи. Очень качественные вещи. Они действительно очень хорошо сограны. Скажи, как они их испытывают. У тайги, по слухам, есть камера, в которой они могут смодулировать практически любые погодные условия. Локально. То есть у себя в камере они могут. То есть любую, любые свои штаны, брюки из ГРТ-кса, например, там, плюс куртку, парку какой-нибудь. Они могут ее оплевать снегом мокрым. Они могут ее оплевать мокрым снегом со скоростью ветра, каким-то вообще немеренным. Там, как будто это мерзкий шторм. Также они могут заставить дождь, даже очень сильный ливень, литься на вас снизу. Думаете, откуда? Это горы, ребята? Шведские горы, норвежские. Там это вполне нормальное явление, когда ветер заворачивается в какую-то сторону и вас начинает заливать не сверху, а снизу. Или сбоку, например. Вообще под углом 90 градусов. То, в общем, они это все моделируют. Вот. Они делают качественные вещи. Они реально делают очень хорошие вещи. Все супер. Знаешь на реку, у которого есть куртка? Да. Я знаю одного человека, который отжал у другого, уважаемого человека, куртку тайга новую в шведском камуфляже. И он очень ей доволен. Ну, я могу сказать, что я щупал тайгу на выставке. Очень. Ну, вот видно, что это действительно вещи просто супер качественные. Они просто действительно, они просто поражают тем, как они пошиты. И это очень интересные на ощупь материалы. Но они все мешковатые. Они все выглядят как мешок. То есть в город тайгу надевать, это действительно, чтобы показывать всем, что ты, блин, ну нереально брутой. Нет, брутальный супермен, который только что из леса вышел. Это именно походная одежда. Это классная походная. Неуманистическая такая. Да, это классная походная одежда. И там очень интересный момент, что если вам, например, не нравятся приталенные вещи, есть такой определенный круг людей, которым не нравятся приталенные или где-то приближенные к телу более так вещи, которые облегают вас. Толстые всякие. Вот такие толстые, как я, например. Но я как бы уже проникся некоторыми вещами, так что я иногда для этого как раз использую. Тогда вот как раз для вас тайга. И в принципе, если правильно подобрать стиль одежды, вы можете даже похоже быть такого, да, аутдорсмена, скажем. Ну вот именно скандинавского. Скандинавского аддорсмена, да. То есть у них такие вот и качества, и как... Ценник 600 плюс евро. Например, Городекс Куртка, да, 600 плюс евро. То есть ценник там реально конский. Вот. А... Субтитры создавал DimaTorzok